Тогда мне было очень страшно. Меня первый раз арестовали, я не знал, что делать. Я не видел своих друзей, хотя они были там же. Я был далеко от дома. Но когда я провел там месяц, я привык и уже не боялся. Я часто туда попадал в молодости, почти каждый месяц. Иногда три раза в год. Один раз попал в федеральную тюрьму. Когда-то я дрался с парнем по имени Бобби Стюарт. Я должен был драться с ним в среду или в четверг. У нас был бой. Я выпустил на него всю свою злость. Послал его в нокаут. Я выбил из него все силы. Он даже не мог встать. Я просто был очень зол. Он ударил меня в живот так сильно. Мне показалось, что я умираю. Я упал на ринг. Не знал, как его победить. Он был сильнее меня. Я не знал, что делать. Весь ринг был в моей крови. Я не мог говорить, не мог дышать. Я хотел остановить бой. Я не могу понять, что происходит, что делать. Тренер говорил мне, чтобы я отступал, но не сдавался. Постоянно кричал, отходи, отходи. Я ходил по рингу, а потом я понял, что тогда я многому научился. Я просто продолжал выматывать его. Тогда я очень изменился. Я стал добрее. Я много общался с людьми. Я был джентльменом. Я учился боксировать. У меня был хороший тренер. Я не хотел возвращаться в Бруклин. Мой тренер тоже этого не хотел. Там много проблем. Могут убить. Тогда я перешел на новый уровень. Я начал заниматься в новом боксерском зале. Ты должен учиться набирать очки. Должен побеждать. Кастомато не учил меня драться. Первые три недели он только рассказывал мне о боях, о психологии боя. Он объяснил мне, что бокс – это не сила мышц, а сила мысли. Если ты не силен духом, ты не станешь великим боксером. Он объяснил это мне. Помни, что я тебе сказал. Ты должен работать умом. Я стараюсь. Ты должен быть своим ногом. Вы члены духом. Ты должен был умом. Продолжение следует...